Мои эти гонки нормально поехали Деревляем фарши Так начинается наш обзор на джойстик Олимпега 278-го в стразы ушел Всем привет! Сегодня у меня на обзоре геймпад Сам не ожидал, что буду делать обзор на такое устройство Но так получилось, что меня попросили Найти геймпад и джойстик для племянника Что можно было бы подключить к андроид-телевизору Да, то есть это геймпад, который не для компьютеров, приставов, еще чего-то А для андроид-устройств Телевизоров, планшетов, телефонов Может быть даже его к айфону можно подсоединить Не пробовать подключить В апректе, кстати, с ним такая штучка идет И потом можно экран к телефону прямо перед собой держать Для удовольствия игры, возможно, у фанатов это удобно Так вот, я его подключил уже, пару часов сижу здесь на кровати Поиграл в три игры Даже четвертую установил, еще не разобрался в управлении Решил записать обзор на устройство Так вот, начал я с игры «Асфальт-возь изгона» У меня знакомство началось неудовлетворительно Машина не поехала Точнее, машина поехала, она не управлялась Я думаю, либо проблемы в игре, либо проблемы в геймпаде Может вообще машина в игре мне посунули такую Которую разбитый рулевод То есть газодорежку прямой едет А вправо-влево поворачивать не может Но я остановил игрушку от E-Gemis По-моему, это та фирма, которая выпустила Neftospeed Porsche Пятая игра в серии была Когда все Porsche-ки 50-60-х годов К 2000-х были Можно было покататься по южным горным регионам Да, какие годы были Так вот, игра называется Real Racing 3 Там тоже оказываешься за рулем Porsche 911 И с этим геймпадом все едет Едет прямо, тормозит, рулится, вылится славно Я даже гонку первую закончил на шестом месте Ну, что считаю неплохим результатом Просто давно не практиковался в таких играх Потом я установил экшен Бродилку Magic Rampage Залик на полчаса с головой Фриму просто летит незаметно Поэтому такое устройство К телевизору может Украсть ваше время Так вот Все-таки нужно рассказать там не Про игры в обзоре геймпада А про сам геймпад В комплекте вместе с ним был только провод зарядки И то устройство, которое я показывал Для поддержания смартфонов Напротив ваших глаз Никакой блок питания не положили Аккумулятор здесь небольшой 500 мАч То есть на пару часов игры должно хватить Ну, два часа я здесь играю И не разрядился Перед тем, как сесть играть Я его полностью зарядил А вот Если вы заядлый геймер А хотите 5-8 часов играть То я думаю, вряд ли это устройство столько будет Тупо играть Мой главный помощник по игру пришел Хозяин, ты долбанулся головой? Знать не знал, что ты игроман Геймер диванный Так и есть Располагайся Нам будет вместе уютно Про входы клавиши рассказать У меня в голове только на сравнение складывается У меня есть коптер DJI Mavic Pro У него есть пульт управления Да, это не кеймпад Это пульт управления Вроде как более дорогостоящие вещи управляешь Которые летают в небе Да, и может упасть еще на голову людей Так вот Эргономика там отличная И поэтому я могу сравнить только с ним Функциональные клавиши, которые Пурки Прокутят, наверное, точно так же Как и у DJI Если речь про кнопки Которые так снизят рядом Вот Утры четкие Сразу получаем действие на телевизоре Крестовина мягкая Отзыв также хороший Вообще никаких проблем не испытывается Простите, что могу сказать Игри, которые я загружал Устанавливал Я заметил следующее У меня тут работает вертикальная и горизонтальная плоскость Я не знаю Работает ли здесь диагональная Диагональная положение Поддерживает она такое положение Не поддерживает Ну, ход мягкий, ход и понятный Как бы Все-все Вроде с ними путем Нареканий никаких нет Нарекания, может быть, есть клавиши, которые функциональные Вот эти цветные Они шумят, гремят Не знаю, что трещат Ну, что хотеть От гейпада, который стоит Тысячу рублей Тысяча, не больше Вот Ссылочку, кстати, на это устройство Я оставлю в описании под видео Вот так вот Ну, селик старт Это вообще какие-то Это потопные кнопки Я такие помню только на Денге Поэтому Все равно к ним не с чем Работают и работают Виброотдачи какой-то В этом культе нет Пищания никакого нет Что еще? Да Легкий Хват хороший Еще помню, когда-то я В Коми Гуду Успел поиграть на Денге Там Маленький поцепотик Он неудобный А здесь Ручки применили Наверное, на подобие Современных геймпадов Которых Плейстейшн Используется Буксбокс Кому могу посоветовать? Ну, те, кто хотят Поиграть несколько часов Поностальгировать Да, отличный путик И геймпадик А фанатами Геймерам Заязлым Им, наверное, и так виднее И без моих советов Обойдутся Во что играть В геймерам На этом пока у меня все Я думаю, до встречи Пока Продолжение следует...